Послание к религийцам 2.10 Дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена Небесных, земных и преисподних Небесные ангелы, земные люди и преисподние демоны Все когда-то станут на колени Нам трудно так представить, что на коленях перед Христом Стоит народ, Ленин, Гильдар Все будут стоять Преклонятся, когда увидят его славу Что земля закончилась, ни у кого не будет приспешников Никаких орудий не будет, ни бомб Человек один голым предстоит Ни знаков различий, ни величий, ничего нет Пред именем Иисуса, как мы должны благоговеть Самые счастливые те, которые при жизни приняли Его И при жизни склонили колени Это самый действенный наш инструмент Колени, на колени Враги когда смиряют кого-то Говорят, да колени передо мной Это временное Даже если он и похорит Послание Киписянам 3.14 Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа Апостол Павел преклонил колени перед тем, которого гнал Как он упал, когда сиял его свет Когда явление ангела бывает То Даниил говорит, и был на планях То есть получается, как на четвереньках стоял От страха Божия А когда явится Господь И вся вселенная потрясется перед ним Все, и демоны Все будут стоять на коленях Евреям 1.6 Так же, когда вводит первородную Вселенную, говорит, и да поклонятся ему Все ангелы Божии Им дается повеление Вот эти слова, какие мы слышим Они не приемлемы ни мусульманами Ни буддистами, ни иудеями Только истинно верующими Верующие-то христиане тоже это не знают Перед именем Иисуса Преклонится все Я избираю Господа И перед ним сам добровольно Сегодня поклоняюсь Поэтому за гробом никаких странностей Для меня уже не наступит Я преклонялся, и там преклонился А если человек воевал То первый вопрос А кто ты? Я Иисус, который ты все уже избрал Эти слова, которые услышал Сау Придется всем гонителям услышать Исайя 45.23 Мною клянусь Из уст моих исходит правда Слово неизменное Что передо мной Преклонится всякое колено Так говорит Бог И притом это подтверждает клятвенно Не перед Магометом А перед Христом Все поклонятся Поэтому нужно Пощаще учиться Преклонять колено Перед Господом И детей к этому приучить Матфея 27.29 Исплесший венец Истерна Возложили ему на голову И дали ему В правую руку Трость И становясь перед ним На колени Насмехались над ним Говоря Радуйся царь Иудейский Сейчас насмешки становились Придет время Когда по-настоящему придется Но только уже Как к рабу склоненному Когда человек Меньше тебя Ростом Или там ребенок Ты взял его за шею И склонил И все Бог потрясет Он говорит Взял меня и потряс Избрав Христа Постоянно повторяет Пред тобою поклоняйся Пред словом твоим Я слушаю Что скажет Господин мой Если ты перед Господом Не ставишь на колени Будешь перед другим стоять Если кто думает Что он никого не признает А мне Я не хочу не верить Не верить Просто живут Так не бывает Ты обязательно Кого-то почитаешь Больше чем Бога Обязательно Или перед имением своим Перед родными Перед властью Или еще где-то Матфея 28.18 И приблизившись Иисус сказал Да нам не всякая власть На небе и на земле А если он имеет власть Значит перед ним Как перед владыком Все преклонится Откровение 4.10 Тогда 24 старца Падают Пересидящие на престоле И поклоняются Живущему В овете веков В лице этих старцев Вся церковь Все перед ним Преклоняются Вот как учат Мусульмане Кланяться своих У нас Даже когда Колено преклоненная Молитва Бывает До троицы Ну и сфотографировать И показать Один стоит Другой Если мусульмане Все до одного Головой до земли Все Хотя бы 10 тысяч было Их специально учат У нас не учат И это плохо Правильно поклоны делать Даже не знают как Поклон должен быть такой Чтобы если руку опустишь Она могла пол достать Конечно Если ты не больной Поэтому не надо смотреть Ни на свою конституцию То есть Какой ты есть А я для Бога стараюсь Перед Богом Я преклоняюсь Римлянам 11.4 Что же говорит Ему божеский ответ Я соблю себе 7 тысяч человек Которые не преклонили Колени перед Ваалом А почему А я перед Богом Я однажды видел Как фильм Про южные страны Где-то в Индонезии И у них порядок такой Если император вышел Все должны сразу Кладать лицо вниз Наняли воспитательницу Выписали за ноги Она приехала Первая встреча Все дергают Преклонись перед ним Я это не договариваюсь В нашем договоре этого нет Ну и ей тогда отдельно Уже дается разрешение Только она одна не кланяется Какое она вызывало У всех удивление Мы видим Когда Марнахей не поклонился Аману То он в молитве говорит Господи Не по гордости Да я бы 10 раз Ему каждый день кланялся Но он себя выдает Как за Бога Не могу я Бога и Его Вместо тебя Кого-то поставить Мы к Богу должны Объяснить Почему не преклоняемся Перед кем-то Да я могу поклониться Все Но никак перед Богом Римлянам 14.11 Ибо написано Живу я Говорит Господь Бог Передо мною Преклонится Всякое колено И всякий язык Будет Исповедовать Бога Я хотел Конкретно Обратить На сегодняшний день Кому мы Поклоняемся Вот мы Пришли в храм Молимся Мы твердо Уверены Что мы Поклоняемся Богу А надо Самого себя Проверять Так ли это Это не очень Очень даже Не просто Апостол Павел Говорит Кто бы соблазнялся За кого я Не воспламенялся И ты услышал И ты скажи А я за кого Воспламенялся Что такое воспламенялся Это Меняется температура Тела Учащенно Бьется сердце У меня это бывает Редко Сегодняшняя ночь Как раз такая была Я ничего от вас Не скрываю Это перед Богом До двух часов Еще как До двух часов До утра Я уже глаз не спонкаю Одна молитва Идет Услышал Что ваша Отправляет В город Ребенка И поселить Его в общежитии Я это Назваю Не безуми А отречением От ребенка Ну я жила В общежитии Как было Во-первых Это не сегодня А во-вторых Ты была такая же Как все Волчица такая же Пила Та же И ела Та же Танцевала Та же Танцевала И не удивляются Каждому В рану Пробить Ущелье В петочку Лоткнет Пошел домой Теперь нормально У него Аппетит Чем это вызвано Нормальный человек Психиатрия Признала его Нормальным Это они Отморозки Такие Растут И с ними Вместе Спать Я спрашиваю Живу с братом Ты был в общежитии? Был Один день И бежал С общежития Потому что Бросили сдраться Я припомнил Уже забытое было Я в своей жизни Много Когда без родителей Жил И в общежитии Только пол Ночи прожил В полночь Пришел Один Делал Садраться И мне кажется Я высказал в окно И больше Никогда Там не был Очень И очень Многие Снимают Квартиры И нельзя Отъявление Сниму квартиру Заходим В университет Чтобы только Не быть с ними Вместе Что там делается? Это волки Они не такие Да у него Шверстия такая Может быть Хвост линия Зубы чаще Волк чистит Но он волк Кому ты Отдаешь его? Даже наши Некоторые христиане В городе Держат Студенты Слышал разговор Да какая же Это община Одного не могут принять Из нашей общины Оттуда Мы только трое Здесь Но один не имеет Квартиры Мы двое имеем Квартиры И оба предлагают Давай к нам Ко мне Ну у тебя там Ну неплохо Ну я же живу Чего плохо-то? Значит мое Место где я живу Ты зазираешь А там будет лучше А перед Господом Преклонять колено Как? Это трудно? С вами трудно жить Как трудно? Я в личную жизнь Вашу не вешаю Вставать вместе Ну разве это плохо Утром вставать вместе А потом ложиться Если хочешь Отдохни Так Вы по мирским меркам Не меряете В первую очередь Если сюда поедет Девушка Платье ей там Это не нужно Церковное В сербик Она не будет ходить Ее провожать На занятия Она не будет ходить Хоть мальчик Посты Очень трудно Соблюдать С теми ведущим Молиться утром Лесно в кубрике Ты не возьмешь Молиться Очень трудно Ты понимаешь Ребенок несовершеннолетний Я муж Совершенный В годах С седой бородой И как это было трудно Я даже шутя говорил Следуйте Хоть одного верующего Поймайте Примедите Чтоб с кем-то Словом перекинуться Я захожу С крестным знамением Молюсь Знаю Библию И каждый день Как на ножах Какие насмешки Мир сразу поглотит Мир разлотит Говорю Миллиард С лишним сегодня Мусульман Ни один мусульманин На квартиру Неверующий Не отдаст Даже христианам Ребенкам Они на мях Побьются Я был в Киргизии Не видел ни одной И киргизским Могло возраст Чтобы она шла Они-то вон обходят Все время Как овечки Раз Опять шмыгнули Во двор Я кажется Меньше шести Не видал никогда Еврея Отдаст куда-то На квартиру Никогда не отдаст В Талоне написано Что даже христианское Сдата Корову не отдать Они их всех Считают с каталожниками Муж Если только на виду Пасет Тогда еще можно А если еврейка Женщина Работает на складах Четыре мужчины Не отдавать А уж пять Можно Пять они побоятся Друг другу Чтобы они с еврейкой Не сделали А это день и ночь Ребенку там будет Вы понимаете Или нет Что это такое Мы когда начинали Строить деревню Мы же думали о том Как будем преклонять Перед Господом Колени наши Вот это здание Где мы находимся Это клуб И я ночью Приходил сюда С одним Племянником Иосифом И вот здесь Напротив На дороге стояли Напротив этого Здания клуба И молились Господи Изгони из этого Капища демонов Помолимся Пошли спать А завтра опять Мы каждую вечность Ночь Приходил сюда И молился А батюшка Даже не знал про это Я тревожился об этом Вот душа соблазняется И все во мне воспламенилось И до утра Сон бежит от моих очей Нет, с нами Я ничего не могу сделать Убеждаю себя Бесполезно Я вижу падшую душу Это все в родителях Все-таки Ниоткуда Нет борьбы За дитя За душу его Бессмертную Не убеждай себя Что все будет хорошо Я предупредил тебя В первом послании Коринусе В 15.33 Говорится о том Что люди любят Обманывать Самих себя А Меня говорит Не трудно обманывать Я сам обманываться рад Как Павел говорит А если ты сам Себя любишь обманывать Тебя же ничто не убедит И Павел говорит Не обманывайтесь Худые сообщества Развращают добрые нравы А их нравов-то еще нет Их куревы еще Пристрастные Все это пойдет Вообще Люди будут жить После соблюдать На два года Уже отмечаются Уже в коридоре Будешь стоять А раз такое дело Церковь и такая Церковь уже потерял И смещение будет И проповедник И братья Уже они будут не такие Положи все силы Сто раз больше сил приложи Не отдам ребенка Ну дай-ка убьют Тебя через труп Перешагнут Тогда они его заберут туда Ничего путного не будет там Этот мир Имеет характеристику Отбовый климо Прелюбодение И грешен Другого нет Даже дети У нас здесь В лагере Уж я над ними Как строжиться И то похабные Скапризные анекдоты Плохие слова Другого там не будет Если бы ребенок был Крепкий Верой Такой крепкий Как бы они ребенок Были баптистом Мы бы все за него молились Притом совета не было Я не знаю Батюшка знает это Ко мне никто не подходил Я бы только плакал и плакал Ну крепкий ребенок И сказали бы Вот ему Власть приказала Быть там три ночи Мы бы день и ночь Молились всей общиной Чтобы он был свидетелем Берут в армию Баптистский парень Он становится на колени Его забрасывают сапогами Его бьют Он снова молится Садится за стол Горячий борщ Ему прям на шиворх Выливает его из чашки А он молится И приходит из армии Один на троих С собой уже привел Ну эти дети Да не такие Мы же это видим Да ребенок сам упал Умолился И кричал Родители Не отдавайте меня Этим волкам Волки Я посылаю Как овец Среди волков Значит вы уже признали Что сын ваш волчонок вырос Как понимать Я по-другому Не могу понимать Я молюсь Бога Ответа никакого нет Вся внутренность Воспалилась Как это можно не видеть У вас новая Подрастает Мы же думали Что в Борщине Наймем Купик домик У нас кто-то там будет жить И дети потеряются И будут там Вот как мы мечтали с первого дня Чтоб детей Чтобы детей Только не отдать В чужие руки Даже слабая Пускай Верующая бабушка будет Тем более Девочку Как легко Сегодня подсыпают Если китайцы Вместе Какой-нибудь Кофеолин Усыпляющий Проснулась И ничего нет А дальше Она никому Уже не нужна И что там С ней было 1 Коринфе 5-6 Не в чем вам хвалиться Малая закваска Квасят все тесто Вот эта малая закваска Даже среди верующих Если появляется Ее надо и сторнуть А здесь Среди всей мерзости Будет один Какие разговоры Они еще до пол На ней бог это не знают И ребенок этот Он не может Сидеть читать Библию И свидетельствовать Он к этому Не приучен Этого не может быть Малая закваска Квасят все тесто 1 Коринфе 6-9 И вы не знаете Что царствие Божие Неправедное Не наследует Как он может быть Там праведным Это решение Царства Небесного У вас дети есть Хорошо об этом думайте Простите Не ищите никаких Львот у Бога А проси одного только Вот я и дети мои Которые дал мне Господь Мы вместе Преклоняем колено То что я говорю Если до тебя не доходит Стань на колени Перед великим Иисусом Христом Воззови к нему И скажи Господи Я хочу и вечности Преклонить колени Перед тобой Как свободны И ребенка туда привезти 2 Петра 2.18.20 Они произносят Надутое пустословие То есть в оправдании Чего это Надутое пустословие Ничего этого не будет Я взрослый человек Жизнь отжил И если разговаривает Этот Особенно молодежь Стараешься быстро Пройти Близко даже И не подойти Он может плюнуть Оскорбить Осмеять Что угодно Они все одинаковые Даже хорошо воспитаны Вот Ездит лектор Против алкоголя Выступает Профессор Жданов И вот Он в своем Академгородке Говорит Вот они сидели Тут хорошие студенты У всех Отличные характеристики Здесь Один у другого Попросил Закурить Это Питал Сразу же Драка Одного убили А все остальные С тяжелыми ранениями Эти всех посадили Два столика Пустые Я считаю В газете В центральной газете Случайно За одним столом Оказались Бросились Первый раз Работали в колхозе На уборке хлеба За стол Сели Они могли сесть Другие Ну просто Кто захватил Четыре человека Все четыре Будут Серийными убийцами Самый страшный Автор говорит Никто их не подбирал То есть Все это заложено В нас Не я Ли Господи Ребенок Этому научится Даже не желая Он будет Это все видеть Они заставят его Нечаянный укол Сделать наркотик А наркоманом будет Будет привязанность Второе Петра 2.2 И многие Последуют Их разврату Оно по другому Не называется Я знаю В Москве Как много Не знаю Учат детей С первого по десятый Класс Чтобы только Не отдавать в школу Нанимают учителей Только дома Это школа разврата И те Которые у нас Учились дети Они еще будут учиться В городе Они ничего не понимают Еще Это употворствует Но родители Не верующие Никак Да за вашу школу Что верующие учителя Все отдал бы Если бы люди Могли вот таких Учителей Как у вас В Москве Они бы платили Какие деньги Как спецшколы Есть там С уклоном Английский Язык Математический А здесь С уклоном Небесным С уклоном Православным Сколько слышат И бегут Из этой школы Второе Фессоникиисом 2.10 Что он придет Со всяким Неправильным Обобщением Погибающим Не надо думать Когда-то А сейчас Это неправильное Обобщение Лучше пусть он Неграмотный Ребенок будет Лишь бы Царство Небесное Попало Мир этот Он может Только развращать Но когда-то Ребенку Надо учиться Когда придет Время Господь покажет Пока укрепляй И укрепляй Ему Дай мне хотя бы Тем более Вам Мне сегодня Можно Не принимая Присягу И не быть Виновным Перед государством Служить Ни на шаг Никуда Я умоляю Убеждаю Прошу И заклинаю Вас Именем Господа Бога Нашего Иисуса Христа Берегите Детей Не отпускайте Никуда И не отдавайте Мир поглотит Вам их Никогда Не вернуть Ты будешь Бойко Видать Если даже Маленький Алтарь В душе Ребенка Есть Враг Все разрушит Он будет стоять На коленях Где не в канаве Пьяный Но перед Богом Он уже не сводится Второе послание Тимофею 2.16.18 И слово их Будет распространяться Как рак Ребенок Все это будет слышать Раковая болезнь Ты бы знал Ребенка я отдаю И он у меня вернется Из отчежития Раком он больный Ты отдашь его А там рак Слово их Как рак Будет распространяться Что тут непонятно На одну минуту Даже не оставляем Меня спрашивают Девочки Вот вы тут говорите Далеко не отгонять Пасти рядом Девочки А как же Мы вот Пасем Неправильно Я много раз Это говорил А как Сам не решайте Как Мой совет Для вас Ничего не значит Сохраните их Доведите До царства небесного Эфрисянам 5.6 Никто Да не обощает Вас Пустыми словами Ибо за это Грядет гнев Божий Что что-то Будет Устоит Не будет И не устоит Я имею Свидетельство Того Что пока Еще ни одного Случая не было Чтобы ребенок Устоял там Даже у верующих Рядом И то он старается Обмануть еще верующих Родителей Где-то на стороне Что-то Так же потянет мир Так же брюки Будет наебать Все это Будет Так же Как у всех Оно не может И по-другому Галатам 6.7 Не обманывайтесь Бог поругаем Не бывает Что человек посеет То и пожнет Зачем вы себя обманываете Что своим ребенком Ничего не будет Мать приходит И плачет Верующая Глубоко верующая Мать Дочь мою Изнасиловали Как случилось Со школы шли Вот Парень хорошо относится Портфель всегда Приносил Сказал Пойдем музыку Послушаем И дальше уже Ничего нельзя сделать Ничего Но единственное Что можно убить его Но все равно Дело Ты уже не поправишься Как это случилось Уже Не надо спрашивать Как Зачем ты пошла Зачем овечка пошла Там где волки живут Ни на один шаг Нигде в комнату Не заходите Нигде не останавливайтесь Евреям 12.15 Наблюдайте Чтобы кто не лишился Благодати Божией Чтобы какой злой корень Не повредил все Благодать Божия нам дана Берегите ее Мы Те Которые преклоняют колени Перед Господом Тебе боль моя Пусть передастся Я не за своего ребенка боюсь За твоего Мы не на равных идем Перед Богом Начни молиться Посвятить сегодняшний день Весь молитву Скажи Господи Открой мне глаза Что я делаю С тебя Бог Спросит за твое дитя Приведи его на небо Не приведешь на небо Ты не попадешь туда Матфея 24.4 Иисус сказал Берегитесь Да вы кто не прелестил вас Это касается и детей А ребенка прелестить Очень легко Маленькие дети теряются Как правило То щенка пойдем Посмотрим То еще что-то Ребенок пошел И все Ребенка уже нет Я подошел к отделу милиции Это неверующие Вы верующие Постучи себя по сердцу И скажи Иисус Пробуди вот это место у меня Чтобы ребенка Я никому не отдавал Это день и ночь С неверующими быть И ложиться спать Все вовы Все вовы Абсолютно тащат Притча Соломона 13.21 А обращающийся с мудрым Мудрым будет И притча 9.6 Оставьте ваше неразумие К этому нас призывает Премудрый Соломон Ничего нет более неразумного Как дитя Которого Бог тебе дал Которому дал тебе любовь Ты корбил, поил, трудился, рожал И отдать им мир в общем Ради мирской грамоты Если мои слова не доходят до вас Я уже ничего не могу сделать Ты попроси Бога И скажи Иисус Я на коленях Буду просить тебя Дай мне понять ценность ребенка Которую ты мне дал Что я его должен до неба довести На одну минуту без призора Я его не оставлю Только под страхом смерти Я тогда скажу Сначала его убейте Отодай меня Чтобы от страха моей смерти Ребенок не отступил Положи нам, Господи, мыслить В вечности Искупленными Добровольно Преклонить перед тобой Колени Вместе со спасенными детьми Которых ты мне дал Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому